Были бы костыли, я бы, конечно, зашел бы на костылях. Вот так люди подумают, скажут, что у него еще и костыли нет. А у меня там их три пары. Отсутствие костылей не преграда. Так сильно Николая Шершенкова, бывшего послушника, тянет в новую церковь, а точнее в молельный дом. Его начали строить два года назад из ничего. И уже эту Пасху жители села Линды смогли отпраздновать в новом Божьем доме. Только дел еще много. Сам отец Николай не может ходить, но желание помочь пересиливает. Я как узнал, что будет строить, я вообще, я просто жалею о том, что времени потерянном, что раньше я не подумал о том, что можно вот так через телевидение, хотя обращался вот за помощью, за коляской. И вот мне совсем недавно, думаю, господи, столько друзей в интернете у меня, и я не пользовался этим возможностью. Хотя вот сейчас вот обращаюсь к вам еще раз. Спасибо вам за помощь мне. И в ответ я хочу, чтобы мы все собрали нужную сумму и построили замечательный храм. Историю отца Николая мы рассказывали прошлым летом. Он стал инвалидом из-за врачебной ошибки. Медики лечили ему правую ногу, а ампутировали левую. После этого Николай стал пленником своего дома, но не отчаялся. Телезрители совместными усилиями собрали деньги на коляску с электроприводом. Теперь отец Николай может самостоятельно передвигаться по селу. Батюшкой его прозвали еще в Северодвинске, когда он был помощником настоятеля местного храма. За свою жизнь Николай восстановил пять церквей. Он и сейчас рад строить, только здоровье не позволяет. Зато помогает добрым словом работникам. Ребята, я вам посоветую, чтобы у вас всех расслабило, чтобы у вас было больше. Но я буду приезжать тут, конечно. Если нужны будут советы, спрашивайте, я всегда к вашему служу. Кстати, с самых первых дней строят церковь местные жители. Среди них два брата Удаловых. За свою работу они не требуют вознаграждения. Ну, это трудно объяснить. Даже не знаю, что сказать. Просто так надо, и все. Работы ведутся только за счет пожертвований прихожан. От Нижегородской епархии за эти два года односельчане пока помощи не получили. Хотя они очень надеются на обратное. Просили, но не очень настойчиво. В принципе, и поняли, что нам не помогут. А что мы говорили? Поэтому сами. Если мы начали строить храм, значит, мы должны наделать его. Однако выполненные работы в молельном доме – это еще только половина дела впереди. И самое главное – еще нужно возникнуть храм. На данный момент готов только фундамент. А чтобы построить саму церковь, нужно около 10 миллионов рублей. Да и в первом здании еще есть работа. Только на одну кровлю нужно примерно 300 тысяч рублей. Средства заканчиваются, а желание не пропадает. Поэтому жители поселка надеются, что найдутся неравнодушные люди. Если и вы хотите внести свой вклад в строительство единственного храма в этом селе, звоните отцу Николаю по номеру 8-915-932-77-88. Жители будут рады любой помощи. А сам батюшка попросил нас еще раз поблагодарить всех телезрителей, с помощью которых он купил современную коляску. Кстати, свою старую, а также костыли он готов отдать. Евгения Иванова и Максим Жалыбин. Служба новостей. Город.